Прошло уже дохуя лет с момента выхода GTA птичка на ПК, все проблемы в этой игре уже давно решены, но у тебя она продолжает падать. Сказочный долбоёб. Для начала, наверное, нужно определиться как называется эта игра. В одном из предыдущих видео я сказал, что буду стараться максимально переводить все иностранные названия, которые на английском звучат круто, на русский язык, чтобы показать насколько ущербно они звучат на исконном. Так вот, GTA птичка будет у нас великий вор авто, то есть ВВА, не-не-не, ВПА, великий похититель авто галочка, или вот еще предложили ВАУ, великий автоугон птичка. Ну так вот, если она у тебя падает, с ошибкой SUBPROCESS EXE, то, скорее всего, просто ты скачал битый репак. Тебе нужно удалить всю в пизду и скачать нормальную сборку этой игры. Если же у тебя игрушка падает с ошибкой UP CRASH, то есть прекращена работа программы Grand Theft Auto 5, то здесь одна из возможных причин, то что ты запускаешь игру файлом GTA 5 EXE. Это неправильный файл для запуска этой игры, игру нужно запускать файлом GTA 5 Launcher. Если же даже этот файл вызывает падение игры, то, скорее всего, ты играешь на ноутбуке, у которого две видеокарты, встроенная Intel и дискретное видео от NVDA, или, как в данном случае, Амуде. На Амуде встроенное видео тоже может быть Амуде, то есть в ноутбуке две видеокарты Амуде. Или, как я называю такие ноуты, Амуде обмазыш. Так вот, проблема заключается в том, что GTA-оптичка запускается не на той видеокарте, из-за чего она, собственно говоря, и падает. Поэтому прежде всего нужно заставить GTA-оптичку запускаться на дискретной видеокарте. Для этого в панели управления NVDA нужно двум файлам, двум сука, GTA 5 EXE и GTA 5 Launcher EXE задать принудительно запуск на высокопроизводительном графическом ядре NVDA. Для видеокарт Амуде все то же самое, аналогичные настройки в панели управления Амуде. В данном случае это Catalyst, но в новом Crimson'е все то же самое. То есть двум файлам, подчеркиваю двум сука файлам, GTA 5 EXE и GTA 5 Launcher, нужно задать запуск на дискретной видеокарте Radeon. В Crimson'е придется поковыряться, как курица лапой в говне. Амуде же покупают, чтобы немножечко сэкономить, ну вот и ебись теперь. Если ты все это сделал, то игра начнет запускаться, но все равно может начать падать. Все с той же ошибкой Upcrash прекращена работа программы Grand Theft Auto 5. Чтобы решить эту проблему, нужно в папке с запускными файлами игры создать новый текстовый файл, который должен называться commandline.txt. Проверь, чтобы не было commandline.txt. Одно должно быть расширение. Это может быть проблемой, если у тебя, как и у любого другого мудака, по умолчанию скрыто отображение расширения для зарегистрированных типов файлов. Внутри этого файла пишешь одну единственную команду . Для официальной стимовской версии, например, можно эту команду добавить в дополнительные команды запуска в свойствах игры в стиме. Соответственно, сохраняешь этот файл, и после этого игра наконец-то запустится. Можно еще проверить, на дискретной ли она видеокарте запустилась, для чего заходишь в свойства графики в игре. Там будет написано, сколько доступно графической памяти. В данном случае нам доступно 2 гигабайта, 233 мегабайта, что примерно соответствует объему памяти 2 гигабайта, то есть 2048 мегабайт, которая написана в свойствах видеокарты, в данном случае в панели управления AMD Catalyst. Разница в количестве памяти показывает, сколько встроенная видюха Intel отожрала от системной памяти и не имеет ничего общего с дискретной видеокартой Radeon. Тем более, уже у нас здесь скриншот в окошке снят, поэтому разница в памяти понятна. Скриншоты в окошке делаются на встроенной видюхе. Собственно говоря, вот, после этого игрушка начнет нормально работать. Единственное, имея в виду, что при работе от батареи, то есть когда зарядка не воткнута, скорее всего все будет тормозить, потому что ноутбуки не рассчитаны на высокопроизводительную работу при питании от батареи. У них резко падает производительность. Кроме того, если даже при подключенной зарядке все лагает, то здесь нужно будет провести кое-какие махинации, о которых я расскажу в отдельном видео. Так что не забудь подписаться, чтобы его не пропустить. Да-да, не удивляйтесь. В текущем году мы продолжаем решать проблемы игрушки, вышедшей в 2015. Почему? Потому что играют в нее пидорасы. Помог донать. Понравилось видео? Ставь лайк и подписывайся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok